О коррупции сейчас говорят все. Подавляющее большинство граждан считает, что это плохо. О коррупции и борьбе с ней написаны сотни статей, книг, учебников. Разработаны и используются на практике антикоррупционные программы, планы, десятки мероприятий, системы мер, приняты законы на общегосударственном и местных уровнях. Созданы различные антикоррупционные комитеты и комиссии. В Чувашии действует Координационный совет по противодействию коррупции при главе республики. В конце года самое время, чтобы подвести итоги и обсудить эффективность деятельности совета. В республике в этом году действовало 17 федеральных и 70 республиканских целевых программ. На их реализацию было выделено более 22 миллиардов рублей. Расходование средств стало предметом проверок Министерства внутренних дел по Чувашии. Особое внимание МВД уделяло контролю за реализацией указанных программ в сферах здравоохранения, образования, строительства, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Так, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства выявлено 24 преступления с ущербом более 39 миллионов рублей, 5 из которых совершены должностными лицами органов власти и управления. При расходовании денежных средств, выделенных на реализацию данных программ, за 11 месяцев 2012 года на учете 75 преступлений в отношении 24 лиц. Из них 35 в отношении 8 должностных лиц. Прокурор Чувашии Владимир Метелин отметил, что криминальная активность в правонарушении данной сферы связана с тем, что должностным лицам предоставляют слишком широкие полномочия по распределению и расходованию денег. Прокуратурой республики и прокурорами на местах проводится и общая надзорная работа в сфере реализации вот этих программ. И здесь в текущем году нами было внесено 32 представления, возбуждено 20 административных дел, в суд направлено 7 исковых заявлений, а в органы предварительного расследования 3 материала с постановкой опроса о возбуждении уголовных дел. Также свои проверки проводило и Министерство финансов Чувашии. По состоянию на 18 декабря сумма возмещенных финансовых нарушений и предотвращенных потерь составила почти 150 миллионов рублей или 59% от общей суммы выявленных нарушений. Еще одна проблема – проведение конкурсов на выполнение государственных и муниципальных заказов. К сожалению, бывают случаи, когда победители этих конкурсов впоследствии не выполняют взятых обязательств. В ряде случаев заказчик – органы власти. Вынуждены были обратиться в суд. Необходимо жестко и принципиально подходить к выполнению договорных отношений, заключенных между органами власти и хозяйственными субъектами на основании проведенных конкурсов и акционов, включая электронные торги. Тщательно проверять конкурсную документацию, работы и услуги. Вот мы говорили не первый год и говорим, когда я просмотрел и проанализировал по тем официальным данным, сколько санкций по нарушенным договорным отношениям предъявлено с одной из сторон к хозяйственным субъектам, в данном случае должностные лица министерства, то практически факты – единичные случаи. Глава Чвоши напомнил, борьба с коррупцией – одна из основных задач и власти, и всего общества. Чвоши на хорошем счету у федеральных властей по эффективности освоения бюджетных средств. И годами заработанный авторитет надо поддерживать.